О, Руслан Халитов, привет! Даже ты подсоединился. Гера, привет! Здорово! Мы тебя застали в дороге, я так понимаю? Ну, как бы да, я сам себя в ней застал. Но я, кстати говоря, законопослушный гражданин, я себе сделал пропуск на мусору, и поэтому меня сегодня два раза проверили. Вот, поэтому это не право, нарушение. Мне рано себе делать татуировку 1% на лбу, я ее еще не заслужил. Ты же журналист, у тебя должно быть удостоверение, и тебя вообще... Оно должно быть, у меня, во-первых, у меня никогда в жизни за 15 лет работы журналистом не было вот этого удостоверения, ни разу, ни одного дня вообще. Когда у тебя делали деньги? 21 мая. У меня 15-го. Я как после празднования отойду немножко, я тебе подарю, сделаю удостоверение от своего журнала. Слушай, а ты знаешь, у меня заработали на какую-то прям большую нужду тоже нет? Ну ладно, это как бы... Дело такое. Можно сбацать. Ну что, как там настроение? Все хорошо, правда, сегодня что-то магнитное будет, такие. У нас сегодня погода менялась, наверное, раз в 15. Солнце, дождь, снег, солнце, дождь, снег. А так как я раньше катался на роликах, выступал в России в Рампе, у меня 19 переломов, у меня сегодня колышут, вообще пипец. Вот, но я думаю, надо начинать, люди ждут. У нас в гостях сегодня Гера Белов. Гера Белов, наш друг, очень давно знакомый, он и журналист, и блогер, и вообще, я не знаю, этот человек, часть кастом-культуры. Вот, и сегодня мы позвали его поговорить, потому что всем скучно, и нам скучно, а человек, он не скучный, знает больше, чем мы. Гера, еще раз привет. Привет, еще раз, прям перехвалил, мне кажется, ты меня перехвалил. Ты только не мурлыкай, не уши. Ладно, а меня нормально слышно вообще, все хорошо? Да, все хорошо, все хорошо. Гер, ну, немножко расскажу о эфире, да, все люди, которые присоединяются к эфиру и хотят задать вопрос, они его пишут, и мы в процессе, когда у нас будут паузы, будем на них отвечать, ну, ты имеется в виду. Ну, конечно. Я тебе буду их зачитывать, вот. А начнем мы, как всегда, с биографии, Гер. Где ты, как ты родился, и как ты пришел в автомототему вообще? Ну, родился я достаточно успешно, в общем, нормально. Я случайно попал в автотему, на самом деле, абсолютно, потому что у меня случайно устроился работать в программу «Карданный вал», когда учился в ГИТРе, это институт телевидения на втором высшем. Институт телевидения я не закончил, к программе «Карданный вал» я относился как к абсолютно случайному проекту, машинами я не интересовался абсолютно на тот момент, вот. И оно как-то подъехало уже, вроде телик настоящий надо идти, ну, я и типа пошел такой. Ну, вот, в общем, там как-то и завертелось, так вот так вот, не больше того. То есть до «Карданового вала» автомототема тебя вообще не интересовала? Да. Она меня и на «Карданом-то» вала, я не могу сказать, что сразу сильно заинтересовала, вообще говоря. Вот, просто потом получилось так, что мне еще один автомобиль, просто это карма, потому что ты начинаешь с ним заниматься, и потом все время предлагали что-то так или иначе, как бы закрученное в сторону машинок. Вот, и уже потом, ну, как бы, да, стало интересно. Вот, особенно когда я там попал сначала в журнал «Ви Сергея Слонян», там был Глафредом немножко «Автомоторн-шпорт», потом та же телевизионная программа, потом что-то еще, что-то еще было, потом было два года в журнале «Кармьюзи», где я писал про аудиосистемы для автомобилей, в которых, я понимаю, еще меньше, чем в самих автомобилях, то есть ничего. Поэтому я определенный набор ходовых слов, из которых составляет эта статья, честно переставлял местами в течение двух лет, чтобы получить 6 текстов по 10 тысяч знаков. Я их получал, мне за это давали деньги, и все было хорошо. Вот, потом журнал закрыли, и, собственно, пришлось что-то еще придумывать. В общем, как бы вот так вот. Так, и что там у нас пишут? Видишь, человек пишет, можно сходу вопрос? Да, нет, все, слушай, надо, слушай, это просто, это пишет Рома, который очень хотел набор из Лего собрать «Харлей фэтбой». Он, у меня было два конкурса, он очень старательно в них участвовал, прям за восьмерых, и оба раза как бы Лего прошел мимо. Второй раз особенно обидно, потому что выиграл довольно посредственный результат конкурса. все творческие были. Выбирал не я, выбирал владелец проекта, мы придумывали имя проекту. Он выбрал, ну так, Рома предложил штук 30 вариантов, среди которых были хорошие. Вот, а первый раз еще смешнее закончился, там был тоже творческий конкурс, его проводил я, и Рома опять же старательно участвовал. Я выбрал вариант, как выяснилось, что этот вариант придумала 9-летняя девчонка из Линограда. Она оказалась круче всех остальных подписчиков. Причем я этого не знал, я же не пойму, кто там на картинке в инсте, а инфы никакой нет, закрытый аккаунт. Я с ней только списался, приезжай, на выходе девочка такая с мамой и папой. Вот так бывает. Это было очень клево. Ну да. Не, ну там не было, там не, как сказать, не на кругозор, не на вот эти все дела. Там Ланды именно придумать. Там придумала клево. Точнее, она прямо вот угадала. Так что вот такое. А с этой темой, так, собственно, ты знаешь, не хуже меня. Кастом Пипл была программа на канале Эври Кажди. И с нее, как бы, я понял, что этот мир самоделок, он намного интереснее мира серийной техники. Потому что, на самом деле, дело не только в самоделках, дело-то и в серийной технике. Просто автопроизводители сделали все возможное, чтобы писать о них, может, было как можно менее интересно последние 10 лет. Вот. То есть, это абсолютно одинаковые машины за абсолютно одинаковые деньги с абсолютно одинаковыми возможностями. Вот. То есть, в принципе, вот, и как бы, вот, в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, все, в общем. Мухамору привет. Все пишут, чтобы мы хотя бы здоровались. Маш, вот. Мы всех приветствуем. Да, будем здоровы. В общем, я лишний раз напомню историю, кто тогда эфира один и не слышал, что благодаря Лехе все получилось. Потому что в какой-то момент у меня абсолютно не получалось программы Кастом Пипл. С людьми было сложно договориться. Я был в отчаянии глубоком. Вот, Леха помог мне найти героев, помог мне как бы вот именно с мертвой точки все дело сдвинуться. А потом уже оно как бы и пошло. Но на самом деле, Леха, тебе огромное спасибо. Ты прям стал, знаешь, может быть, вот тем вот как раз звеном в цепи, благодаря которым вся цепь-то выдержала, так сказать, нагрузку. Гер, спасибо за очередное такое признание. Я сейчас растекусь, и эфира не получится. И напоминаю, что я тебе задаю вопросы и рассказываю, насколько ты крутой, а не я. Ага. Знаешь, как нас смотрит Руслан Халитов. Они награждались за помощь там в продвижении брендов своих. Вот. И я не смог поехать. Поехал мой помощник. И когда вручили там просто диплом и сказали, что я папа автомотофестивалей, там, знаешь, мне так было приятно. Я прям тоже чуть не растекся. Вот. Но вернемся, вернемся немножко назад. Ты сказал, что до карданного вала автомототема тебя практически не интересовала. Хорошо. Во сколько лет у тебя появился личный автомобиль? И до карданного вала, нет? А до, еще там плюс-минус. Это была, знаешь, пятерка родительская, которой, ты понимаешь, у меня не было какой-то вот прям вот сильно безумной юности до карданного вала. Плохим мальчиком я стал уже, когда пошел в журналистику. Поэтому у меня не было особенного вот этого бэкграунда с допиленными восьмерками. Мой лучший друг, он, да, вот он интересовал с тачками, он замутил в гараже там что-то. Вот у него было трех, которые он намотал на дерево, как заведено. Потом восьмерка, которую мы тоже на что-то намотали по пьянке. Ну, то есть, как бы это было, но вот лично я в этом не особо участвовал, и он сам не особо зарубился в каком-то именно доработке всего этого дела. Очень рукастый парень все это нормально ездил. И моя, собственно, жигулятина, она тоже не вызывала во мне каких-то восторгов. Это было транспортное как бы средство и все. Никакого-то особого потенциала я в ней тоже, в общем-то, не видел. Вот, это уже потом на карданном вале, когда я с него перешел на утреннюю программу на столице, из-за которой меня выкинули с карданного вала с фразой «Пропуск на стол». Там прям все очень жестко там получилось почему-то. Вот, и там уже купился гольф третий, и как-то все, я уже, так сказать, проникся всем этим на свете. Мне осталось там уже ярчайшее вспоминание юности, когда я к своей будущей жене ехал в Ярославль на этом гольфе, и на последних 30 километрах до Ярославля я решил посмотреть, на что он способен. Стрелка, спидометр, никаких GPS не было, все-таки дошла до 200 километров в час. А там есть такой очень клевый прямих мимо нефтеперерабатывающего завода, прям как стрела, двухполоска. Но иногда в левой полосе лежит покрышка от КамАЗа. Тогда я понял, что, во-первых, гольф управляется нормально, а во-вторых, что так делать не надо. Вот, и как бы это вот вспоминание меня частично подправило в этом отношении. Тебе, Ром, пишут, ты лучший ведущий на Автоплюс, люди пишут. Отлично, заставку какого-нибудь ролика. Слушай, вот, Ром, вот понимаешь, ты не надо вообще опережать события. Музыка моего сына будет использована не в ролике, в чем-то даже, наверное, более любопытном, о чем я вам не скажу сегодня. Я заинтригую, заинтригую, сказавши, что по плану жизни это должно бы случиться на выставке Art Custom Draft, но я ни единого слова не добавлю к этому. Но надо пояснить остальным людям, что сын Геры играет на гитаре, на электрогитаре, правильно я понял, да? Да, да, да. Вот, и мочит уже какие-то, у него своя группа, где они уже мочат какую-то музыку, что уже люди на них собираются. То есть это уже прорыв, отдельный от Геры, и это очень круто. И Гера ходит, потирает себе лоб и говорит, ни хрена себе, кудрей-то уже нет. Да. И это значит, на самом деле, с точки зрения как бы тех, у кого есть дети, которые младше, это просто такая магия, которую сложно описать словами. Когда вот твой ребенок, грубо говоря, который ты там носил на руках и катал в коляске, вдруг говорит, блин, я что-то хочу электрогитару. Он бабушке дарит какие-то деньги, он идет, покупает за самое немыслимое дно, там, этот, какой-то, и начинает на ней играть. Ты ему говоришь, блин, ну это же нужно учиться. Он тебе говорит, смотри, как не идет. Папаша, блин, есть YouTube, там есть видеоуроки. И он реально начинает, играет одну песню, две, три. Сначала плохо, потом лучше, потом еще лучше, потом появляются друзья, они встают в группу. Слушай, блин, ему только 12 лет, какая нахер группа. Они сразу же прослушивали, находят вокалистку. Потом пишут песню, прям более-менее нормальную. Они пишут к ней музыку, потом твои сокомы потягиваются, и через все это дело начинают они репетировать. Через какое-то время у тебя вполне состоявшийся музыкант 14-летний живет дома, 13-летний еще. А потом, Герод, ты внезапно становишься... Ну, вернемся к нашим баранам, как говорится. Скажи мне, пожалуйста, про автомобиль мы с тобой поговорили. Когда у тебя появился первый мотоцикл и какой? Эх, это, короче, 35 лет мне было. Я понял, что у меня, короче, еще есть на мотоцикле, и все. То есть я уже снял пару программ про мотики. Ох, как раз в Кастом Пепел. Я понял, что, блин, вот, короче говоря, уже задолбали тачки. Задолбало рассказывать про поясничные подпоры, то, что разгона для города хватает, и про мотор 1,6, мощность 120 лошадиных сил. Они вот здесь уже сидели. И я, короче, получил права на мотоцикл, и да, и купил себе в 800-ку Сузуки, чиперок 800-кубовый. Его жизнь закончилась феерически. Между Москвой и Воронежем мы поехали в Крым. Я, поскольку, ну, надо понимать, что мне сложно быть на самом деле частью кастом-культуры, потому что все, что я могу, это говорить в сторону камеры. На этом вообще мои способности к чему-либо на свете заканчиваются. В частности, способности к проверке уровня масла. Поэтому между Москвой и Воронежем двигатель в 800-ке наедается, показывает кулак дружбы, и мы, типа, приехали. Поэтому, короче, я обломки довез до гаража, вдруг мне дал шедо, и на ней я все-таки съездил в Крым тогда. Вот. И, в общем, таким образом закончился мой первый мотоцикл. А второй, это нынешний байк от Сузуки VZ-1600, на самом деле, это Кавасаки-Вулкан. Я уже жалею, что его купил, потому что мне каждый раз приходится объяснять, что это Сузуки, который на самом деле Кавасаки, и такое бывает. Вот. И я, конечно же, хочу Харлей, как и полагается, но поскольку журналистика дел не щебродская, то даже поддержанный Харлей для меня колоссальная проблема. И сейчас я боюсь, что обозримый будущим таковой останется. Вот. Особенно с этими, блин, вашими вирусами и следующими занятиями. Я предлагаю спонсорам и всяческим партнерам обратить внимание, что журналистов нужно поддерживать. Слушай, да вот это все будет, оно должно само, само должно произойти, как бы будет. Сейчас у всех плохие дела, и с рекламой плохие, и у телека как бы. Сейчас вообще посмотрим, что дальше будет. У нас же в нашей профессии, она первая, она принимает из себя первый удар, потому что первый, кто получает в финансовом отношении по щам, это рекламщики-журналисты. Вот. Но зато нам же первым потом, первые вот эти ростки новой жизни, они до нас добираются тоже в первую очередь. Поэтому обоим жить, как бы, и ждать улучшения всего. Ну, продолжим. Герб, помнишь ли ты первый проект, который ты официально обозревал на телеке или на видео? Ох, первый я не помню, потому что там как-то они темы искались не совсем мной, я не очень понимал контекст. Сейчас вспомню, первый яркий, который я вот уже делал, понимая, что я погружаюсь в культуру кастомайзинга как журналист, тобой подсказанная Крисида, если мне память не изменяется, с двумя чуваками. Потом тебе программа еще понравилась. Вот это вот было, когда я как раз погрузился, вот оно. До этого кое-что было. До этого был там зико допиленный грузовик под внедорожные гонки, что-то мне еще попадалось. У меня, например, была совершенно зикая программа, случайно совершенно мною снятая, когда я встал в контору, которая занималась починкой. Ну и правда не проект, но это еще более безумная тема. Тягачей аэродромных. И мы поснимали, чуть прокатялись на аэрогромном тягаче на эти штуки, которые весят как танка, который тягает самолеты. И мы даже так сняли, что я говорю стендап, иду рядом с едущим тягачом, за которым катится самолет. Я до сих пор не верю, как так легко получилось, но был такой момент. Ну и кроме этого, что-то такое было, но вот благодаря тебе вот это вот как раз закручилось колесо именно связанное с кастом темой. И я уже тогда понял, что вот эта программа Custom People, она слишком искусственная с точки зрения производства, и нужно ее тему оставлять, а все остальное приближать к человечеству. И к реальным съемочным возможностям, и к нормальной подаче, без попытки косплеить Discovery с бюджетами и возможностями сельских новостей. Собственно, у меня и был вопрос дальше. Что случилось? Опа, глядя и малышка присоединился. Это величайший специалист в мире по радиоуправляемым моделям. Вот про них, между прочим, снимали циклы с 10 программ про радиоуправляемые машины, самые разные до сих пор. И я бы вернулся к этой теме, будет такая необходимость, это дико интересно. Вот Дмитрий Малышко ровно то же самое, что ты в Custom теме для меня сделал. Он фактически за меня организовал весь съемочный сезон. Дима, если ты все это слышишь, спасибо тебе огромное. И от нас тоже, Димон, спасибо, от Custom культуры. Гер, мы хотели бы еще тебя поздравить, вот ты наконец-то на Ютубе достиг 100 тысяч человек, подписчиков. Да. Вот, кстати, присоединились ребята Emotion Auto. Ваня Гренц, я так понимаю. А, да, подожди, ну вообще отлично тогда. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Кстати говоря, тут вроде у нас Марина Зинланд тоже присоединилась. Она, кстати, помнит ту 800-ку. Вот, катались как-то разок, давно это было. О, Auto Emotion. Слушай, реально, судя по-моему. Да, это Ваня Гринц, примерно, вроде сегодня переписывались с Ваней. Мы тебя поздравляем. Расскажи начинающим людям, как достичь 100 тысяч потом кровью и каким-то матом. Да, надо ебашить. Это просто вот единственный способ. Вот, так что это просто сейчас особенно сложно все. С каждым разом, с каждым годом эта все проблема становится больше и больше. С одной стороны становится больше контента, а с другой система рекомендаций Ютьюба, которая, из-за которой получается так, что человек, который даже интересуется, ну вот условно мотоциклами, ему не нужно подписываться, чтобы видеть, когда ты пускаешь что-то новое. Ему все равно Ютьюб предлагает. И поэтому подписчики не растут. Когда у тебя мало подписчиков, ну, вообще подписчики – это странная величина. Ау, блин, господи. Это на самом деле такая странная хреновина, как вот если ты играешь в компьютерную игрушку и там набираешь какие-то очки. Вот подписчики – это ровно эта величина. Она не означает больше ничего. Она означает, сколько ты набрал очков в игре под названием Ютьюб. Вот, вот не более того, то есть мне надо правильно понимать. Если у человека миллион, значит он давно в игре. Если у него там сто тысяч, значит он либо лох, как я, либо недавно. Вот, и вот как бы вот так вот оно все и работает. Но самое главное – это, конечно, просмотры. И сейчас с этими вот, с этим, знаешь, самоизоляцией как бы Ютьюберы, над ними судьба просто жестоко похохотала. Папа, сейчас просмотры выросли вдвое, а монетизация упала в трое, собственно говоря. Это не очень важный параметр, но просто, знаешь, как бы такая насмешка некоторая. На тебе твои просмотры, только даром. Но просмотры важнее, чем монетизация. Вот, на самом деле. Смотри, ты уже проехал много городов, много чуваков, знаешь, и кулибинных, и мастерских, и интересные, известные проекты. Я хотел бы такой некой гран-при проектов сейчас устроить, самые запоминающиеся, которые прям вот ты сейчас вот прям резко за пять секунд сможешь назвать, которые прям те проекты город, которые тебе прям запомнились. Марина, кстати, сейчас там был коммент, Марина, ты права, надо сигачить, надо действительно во всех областях один способ достижения успеха. Что касается проектов, вот ты знаешь, ты очень хорошо сейчас сформулировал, потому что меня очень многое бесит, а один из вещей, которые дико раздражают, вопрос, какой самый лучший проект. Это какой-нибудь, какой у тебя лучший секс в жизни. Я искренне надеюсь, что у всех зрителей этого эфира нет ответа на этот вопрос, и было много приятных моментов, так чтобы нельзя было выделить один-единственный. С проектами, собственно, такая же история, потому что это как произведение искусства, есть некая задача, которую составит художник, и есть некоторые решения, которые он находит, но бывает более удачные, менее удачные, но их нельзя сравнивать напрямую. Поэтому ты понимаешь отлично, что иногда бывает проект сделан классно инженерно, он ездовой, и другой абсолютно визуальный, и он не предназначен для езды, и их нельзя сравнить. Вот, но если все-таки отвечать именно на твой вопрос, то я, кстати, не снимал про них, но каждый раз, когда я вижу, что делает Дима Голубчиков, я охреневаю, просто я вообще не понимаю, как это можно сделать. Я понимаю, что дизайн, он в коллаборации с кем-то делает, но все равно вот у него уровень, вот эта планка, которая находится настолько высоко, что до нее вот как бы, блин, хрен дотянешься. Это, наверное, одна такая сторона. Понимаешь, есть, наверное, просто техника, а есть шедевры, на которые надо смотреть, да? Вот, наверное, здесь и есть эта грань. Есть полное творчество, а есть творчество, которое можно употреблять в жизни, как бы, да? Есть какой-то, нет, ну, понимаешь, есть чувство стиля. Скажем, вот Антоха из Анапы, у которого хот-род типа из баллона расписанный. Прямо вот он сделал, в принципе, рэд-род, но вот он настолько вот подошел ко всем деталям с пониманием вопроса, что получилось именно классно. Вот, грубо говоря, я снимал рэд-род в Голландии, там, у местного чувака. Там, на самом деле, ну, нет какой-то инженерии, это колоссально, это просто старое ведро ржавое. Но в каждой детали там есть вот именно чувство стиля. Вот там вот самое важное это. И поэтому, да, Анапский хот-род это нечто. И вот, ну, ты знаешь, если сейчас погрузиться в воспоминания, то можно найти очень много всего. Из Псибая мотоцикл в стиле стимпанк абсолютно безумный проект, сделанный довольно странным мужиком. На, блин, сейчас забыл, его зовут, мне дико стыдно. Проект невероятной крутизны просто. К сожалению, насколько я понимаю, он был его первым по-настоящему серьезным проектом. И мы боюсь, что останется последним. Бедность, бедность. Это вообще колоссальная проблема нашей кастом-культуры. В том, что у нас очень мало богатых заказчиков, а среди богатых очень мало тех, кто реально глубоко в теме. Людям часто везет на один классный проект. Они делают и думают, что это начало чего-то. И потом они начинают понимать, что это, по большому счету, конец. Это они спели ту песню, которым судьба как бы подготовила спеть. И все. А теперь, ребятки, давайте храните мотоциклы, меняйте масло. Клипоны ставьте новые и китайские рычаги за место стоковых. Всю жизнь, блин. Может, через 10 лет еще один проект будет. Это трагедия, это реально трагедия. Это художник просто, которому как руки переломали. Это я понимаю, насколько тяжело этим парням на самом деле даже. Но, блин. Какие проекты сейчас ты делаешь в данный момент и какие планируешь еще? Трайк Дрифт из Ростова. Это Василий Цой. Мы его как бы сняли. Кстати, парни, ты про YouTube спрашивал. Отличный пример. Они стали делать Дрифт Трайк как YouTube проект. Типа мы вот у вас на глазах удивленной публики собираем. Я не помню, у них около 10 тысяч подписчиков. Здесь они недовольны. Здесь они думают, что это провал. Потому что они вложили там кучу всего того пятого-десятого. А 10 тысяч это как бы несерьезно по меркам YouTube. И они расстроены откровенно по этому поводу. То есть они так бодрятся и правильно делают. При том, что Трайк годный и через 2-3-4 недели можно будет посмотреть, что он угла дает очень дерзко. И Василий Цой на нем выписывает восьмерочки охотно. И вообще в YouTube их можно найти и позырить, что там как. Кроме того, Мегалодон, с которым меня уже задрали, это гениальнейший Хинильников из Ставрополя. Чувак, который у себя в гараже уже второй мотоциклетный мотор собрал. Там было, конечно, очень смешно, потому что мне говорили, что типа там ты ему дай, дай. Я не понял слово дай. И я чуть ли не в отсечку на нем ездил взад-вперед. А он там стоял, держась за сердце, и крыл меня. Я догадываюсь, чем, в общем. Но мотор не заклинил, потом он все, слава богу, все, он выдержал. Он, оказывается, короче, мотор оказался лучше, чем сам Виктор думал. Но это просто как бы за пределами всего, потому что 2,5-литровый мотор руками, вот это уровень. Это, знаешь, по этой шкале с одной стороны Голубчиков, где эстетский кастомайдинг для выигрывания чемпионатов мира, с другой Синельников, где абсолютный вышаг гаражного кастомайдинга. То, что один мужик может делать руками, как бы еще круче. Ну, это что может быть, я даже не знаю. О чем ты вообще мечтаешь? Какой ты хочешь сделать там видеопроект, что прям вот на всю жизнь? Или он уже у тебя есть? На всю жизнь нет. Я бы хотел поснимать документальное кино как документальное кино. Просто, знаешь, вот именно серьезно, как фильм. У меня пока такой возможности не было. Я сейчас делаю проект, который как бы на это частично претендует, но не дотягивает. И я сейчас думаю о том, как бы это сделать. Я думаю, что я выползу за пределы кастом-темы, потому что, ну, снимать как бы вот эти вот достаточно стандартные варианты, где крупный план, гаечный ключ, крупный план, лицо человека с бородонными глазами, и потом он такой, типа там в Рапиде едет по дорожке и звучит музыка, ну, ну, блин. Вот. А как подать именно кастом-культуру? У меня был, кстати, была тема, она может состоится. Я бы хотел проследить какой-нибудь рекордный проект для Байкальской мили от и до. Вот. На самом деле в этом есть определенные сложности, потому что здоровая, кстати говоря, присоединилась нам... О, Серега Лобанов! Да. Это бывший редактор. Там в этом есть одна, короче, херня, она, суть ее в том, что проект могут тупо не доделать, не говоря о том, что он может, например, сломаться, никуда не поехав, уже на Байкальской миле. Например, я пытался с Box39 поснимать про их электрокастом вот что-то похожее, а у них проект Колумб встал в середине, они не поехали на чемпионат мира, ради которого его строили. А теперь это уже, ну, как бы вчерашний день, потому что это уже не новинка, и что-то его показывать, ну, типа, уже тупилого. Вот. А несколько съемочных дней, как бы, с уездом в Питер уже было, и поэтому я, конечно, так говорится, на молоке обжегшись на воду дую с одной стороны, а с другой... С другой у меня была мечта в этом году договориться с Корякиным, который выигрывал Дакар на Квадрике. Сергей Корякин? Я думаю, что он последний раз, да, он проехал на Багухе и приехал вторым в Дакаре. Это самое, сука, обидное место на Дакаре. Ты две недели игрывал почти всех, ты не сломался, ты доехал, и ты стал вторым. Как бы еще вот один шаг, и ты был бы чемпион. И он, естественно, я думаю, как любой человек, который болен Дакаром, а любой, кто проехал Дакар, заболевает навсегда. Там дальше просто вопрос, ты можешь туда ехать или не можешь, а болеть будешь всю жизнь. Ну вот Настя Нифонтова возьмем, например, да. Слушай, вот ты понимаешь, Нифонтова или, скажем там, КамАЗ-мастер, они вот чуть другие. Они как бы более, блин, нет, и Корякин более признанный, понимаешь? Но для меня Корякин, он больше воплощает саму по себе идею изначального Дакара, идею автогонок, которыми они задумывались. То есть, когда маленький коллектив энтузиастов, я понимаю, что за этим стоят кое-какие деньги. Но, тем не менее, чувак просто дико упорот по этой теме, он просто прет как бык рогами вперед, пока не получает вот это первое место. Вот мечта моя была бы сделать эту историю. Но, учитывая происходящее, у меня нет уверенности, что он сможет поехать, например, в этом году вообще. И, как бы, тем лично общался исключительно, вообще жизнь, да. Как бы, я просто думаю, что Дакар будет, просто он будет в какой-нибудь хромой версии, потому что огромное количество народа не сможет тупо к нему подготовиться. Вот. А учитывая, что это чудовищные затраты, и должна за ними стоять зверская подготовка, ну, как бы, хрен его знает. О, и Сереге Бакаеву привет, разумеется, тоже изо всех сил. Это пишет Кирюха, Кирюха пишет из Чехова. Наш друг, мы с ним... А, вон оно как. Ты обозревал, у него восьмерка же, да, была? Да-да-да, восьмерку я обозревал. Там каждый раз такой трэш в комментах происходит. У него сейчас, главное, там Урал творится, я думаю, под которым должно быть еще больше трэша в комментах. Ну, сейчас посмотрим. Кирюха, привет! Допиливай, допиливай. Я думаю, что этот Урал самое устрашающее создание на свете после коронавируса в 2020 году. Я надеюсь, он не так проект назвал. У него еще есть возможность, пока он его не закончил, ему там... Есть, кстати говоря, перспективы. Ну, вот, такая, в общем, история. Нормально. У нас, к счастью, вот, знаешь, вот эта вот вся деятельность, которая последние, там, сколько лет уже, чуть ли не, блин, 10, страшно сказать, скоро занимает, она, конечно, оставляет тут принять как данность. У нас жутко талантливый народ прям. Что-то очень разнообразные талантливые люди, тем не менее, это куда-то ты не приехал, там, везде есть самородки, вот, в любой области, в любом районе, вот, блин. Это очень классно. Сейчас все на изоляции до 30-го, а там уже ходят слухи, что может быть еще дальше. Сейчас люди разгреблись по своим загородным участкам, кто-то дома сидит и подпольно выбегает в гараж. Я к чему это все? Сейчас мне кажется, что будет взрыв каких-то интересных проектов, потому что все, кто что-то откладывал, из-за того, что ибо нефиг делать, пойдут делать то, ну, что планировали много лет. И надеемся, что скоро прям будет такой... Дай бог, коли так, у меня есть просто опаска, что бабла у народа сейчас нету, причем так капитально нету, что там будет вопрос просто, что жрать, а не на что там что-то покупать. Причем, понимаешь, любой проект, это же скупка чего-нибудь, заказ, а тут еще и с доставкой проблема. Поэтому, может, что-то поделают, конечно, но я боюсь, что у людей будут более насущные сложности, к сожалению, у многих. Особенно у ребят там из регионов, где, к сожалению, действительно многие просто вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. А если ее не случилось? Ну, это да, это правда. Это жестокая правда. Но, я думаю, что мы должны прорваться, и должно быть все хорошо. Да нет, просто выбора нету. Как бы тут, наверное, просто, наверное, как бы не сразу, но будет. Вот, смотри, кто-то сильно продвинул проект, и вот это прям радует всегда. Подвинул, подвинул твои проекты, подвинул, ну да. А, подвинул. А тут ты не поймешь, куда он подвинул. Продвинул или подвинул. Я надеюсь, что кого-то все-таки хватит моральных сил, но в любом случае, я думаю, что, если эта все-таки штука закончится, лет должно быть активным, потому что, от чего все долбаются, от сидения дома. Поэтому какие-нибудь движухи, фестивали и все дела, они, наверное, должны пользоваться определенным спросом в этом году. Я на 99% тебе говорю, что фестивалей в этом году не будет. Да? Фестивалей вообще? Да. Любых. Даже не по автомото-теме. Вот. Это внегласная ситуация, потому что сейчас нас всех закрыли, чтобы не было резкой вспышки. А потом, представляешь, если кто-то поедет зараженный на тусовку, где 5000 человек хотя бы, ну это будет жопа. Это будет то же самое. Вот. Ну, понимаешь. Ну, не, ну, знаешь, на уровне теории-то да, но с другой стороны... Ладно, слушай, посмотрим, я боюсь. Будем, да, не будем гадать, будем смотреть. Да. Гер, скажи, пожалуйста, ну, сегодня хороший был разговор, я рад тебя видеть. Вот. Напоследок скажи всем, кто смотрит, кто еще посмотрит, потому что в записи эфициров, эфир выйдет и на Фейсбуке, и ВКонтакте, вот. Пожелай чего-нибудь. Тебя очень многие любят, уважают, обожают, ты правда крутой чувак. Пожелай чего-нибудь, нашим зрителям. О, БТР-40, кстати, написали, это да. Слушай, ну напишите мне куда-нибудь, хоть в Дерект, хоть в Инсту. Вот. Я что, на самом деле, в двух словах, я не знаю, что пожелать. Если вкратце, если по поводу Ютьюба и вы, как бы, тем, кто хочет заводить канал и хочет просить по этому поводу, то сразу просто готовьтесь к этому, как к арктическому путешествию в Арктику. Это надолго, это сложно. Придется разбираться. И самое главное, если ты начинаешь вести Ютьюб-канал, в частности, я думаю, что блок в целом, и как-то его раскручивать, нужно быть готовым к тому, что очень часто у тебя будет ощущение, что ты делаешь что-то, что нахер никому не надо, что все это бесперспективно, надо бросать все это тупо, и ты никому не нужен. Это будет совершенно точное ощущение, которое периодически появляется. Оно появляется всегда и у всех. Просто те, кто способен через него перешагивать и идти дальше, встречаясь с ним второй раз, третий, четвертый, но в конечном счете у него все вырастает. Те, кто на этом деле ломается, на этом этапе, у них, соответственно, не получается. То есть надо об этом помнить. Если такое чувство есть, это совершенно нормально. Сверх того, что касается кастомайзеров и тем, кто планирует строить проекты, как всегда, по-моему, парни, смотрите больше, больше смотрите, не замыкайтесь, просто лезьте и гуглите, что было, как надо, потому что любое творчество, это на 95% копирование, даже в том случае, если продукт не запредельно оригинальный, обычно намного больше процентов заимствования, в этом нет вообще ничего плохого. Тут вообще есть парадокс ситуации в том, что когда ты думаешь, что не копируешь, ты просто не понимаешь, где ты копируешь. Когда у тебя копирование, заимствование происходит осознанно, ты продуманно, как бы, некоторые культурные, скажем так, матрицы берешь, накладываешь, комбинируешь, ты делаешь то же самое, но осознанно. Когда ты делаешь полностью самостоятельно, ты просто делаешь плохо на подсознании. Когда ты копируешь с головой, ты понимаешь, что ты творишь. Поэтому больше смотрите, осознанно копируйте и отдавайте себе всегда отчет в том, что вы делаете, почему, как и зачем. Кроме того, и блогерам, и кастомайзерам всегда я советую, кстати, спокойнее относиться к критике. Это всегда очень легко говорить другим, но очень тяжело самому, потому что когда тебе говорят, что ты сделал какое-то говно или что ты снял говно, то всегда надо понимать, что агрессивных идиотов видно лучше. Поэтому посмотрело сто человек, три написали херню, это значит, что три процента идиотов было среди зрителей, а не то, что всем не понравилось. Это не так. Главная проблема хороших зрителей в том, что они молчат. И, в общем, никогда ничего не бойтесь, в этом нет никакого смысла. Помните о том, что завтра крайне эфемерная вещь существует, по большому счету, более-менее сегодня, этим сегодня надо начинать пользоваться прямо сейчас. Собственно говоря, только так и что-то мощно. В общем, у меня все, пожалуй, что, как бы, тоже был рад видеть. Ера, спасибо еще раз. Здоровья тебе, твоей семье и близким. Вот, береги себя, ты нам нужен. Вот, всем зрителям хочу сказать, что завтра мы встречаемся в 18.00 здесь же в Инстаграме. Завтра у нас гость Александр Тимченко. Это один из основателей пинстрайпинга в России. Также он художник-аэрограф. И, ну, короче, завтра будет тоже интересный человек. И вообще у нас каждый день будут интересные люди теперь постоянно. Гера, спасибо, обнял. Все, подождите. Да, счастливо, спасибо, рад был видеть. Хорошо, счастливо. Просто, наверное, как бы не сразу, но будет. Вот, смотри, кто-то сильно продвинул проекты. Вот это прям радует всегда. Подвинул, подвинул свои проекты. Подвинул, ну да. А, подвинул. А тут ты не поймешь, куда он подвинул. Ну, в общем... Продвинул или подвинул. Я надеюсь, что кого-то все-таки хватит моральных сил. Но в любом случае, я думаю, что если эта все-таки штука закончится, лет должно быть активным, потому что от чего все долбается от сидения дома. Поэтому какие-нибудь движухи, фестивали и все дела, они, наверное, должны пользоваться определенным спросом в этом году. Я на 99% тебе говорю, что фестивалей в этом году не будет. Да? Фестивалей вообще? Да. Любых. Даже не по автомото-теме. Вот. Это внегласная ситуация, потому что сейчас нас всех закрыли, чтобы не было резкой вспышки. А потом, представляешь, если кто-то поедет зараженный, на тусовку где 5000 человек хотя бы. Ну, это будет жопа. Это будет то же самое. Вот. Ну, понимаешь, на уровне теории-то да, но с другой стороны... Ладно, слушай, посмотрим. Я боюсь. Да, не будем гадать, будем смотреть. Нам. Гер, скажи, пожалуйста... Ну, сегодня хороший был разговор, я рад тебя видеть. Вот. Напоследок скажи всем, кто смотрит, кто еще посмотрит, потому что в записи эфир выйдет и на Фейсбуке, и ВКонтакте. Вот. Пожелай чего-нибудь. Тебя очень многие любят, уважают, обожают. Ты правда крутой чувак. Пожелай чего-нибудь нашим зрителям. О, БТР-40, кстати, написали, это да. Слушай, ну напишите мне куда-нибудь, хоть в Берект, хоть в Инсту. Вот. А я что, на самом деле, в двух словах, я не знаю, что пожелать. Если вкратце, если по поводу Ютьюба и вы, как бы, тем, кто хочет заводить канал и хочет пройти по этому поводу, сразу просто готовьтесь к этому, как к арктическому путешествию в Арктику. Это надолго, это сложно, придется разбираться, и самое главное, если ты начинаешь вести Ютьюб-канал, в частности, я думаю, что блог в целом, и как-то его раскручивать, нужно быть готовым к тому, что очень часто у тебя будет ощущение, что ты делаешь что-то, что нахер никому не надо, что все это бесперспективно, надо бросать все это тупо, и ты никому не нужен. Это будет совершенно точное ощущение, которое периодически появляется. Оно появляется всегда и у всех. Просто те, кто способен через него перешагивать и идти дальше, встречаясь с ним второй раз, третий, четвертый, но в конечном счете у него все вырастает. Те, кто на этом деле ломается, на этом этапе, у них, соответственно, не получается. Надо об этом помнить. Если такое чувство есть, это совершенно нормально. Сверх того, что касается кастомайзеров и тем, кто планирует строить проекты, как всегда, планирую парню, смотрите больше, больше смотрите, не замыкайтесь, просто лезьте и гуглите, что было, как надо, потому что любое творчество, это на 95% копирование, даже в том случае, если продукт не запредельно оригинальный, обычно намного больше процентов заимствования, в этом нет вообще ничего плохого. Тут вообще есть парадокс ситуации в том, что когда ты думаешь, что не копируешь, ты просто не понимаешь, где ты копируешь. Когда у тебя копирование, заимствование происходит осознанно, ты продуманно как бы некоторые культурные, скажем так, матрицы берешь, накладываешь, комбинируешь, ты делаешь то же самое, но осознанно. Когда ты делаешь полностью самостоятельно, ты просто делаешь плохо на подсознании. Когда ты копируешь с головой, ты понимаешь, что ты творишь. Поэтому больше смотрите, осознанно копируйте, и отдавайте себе всегда отчет в том, что вы делаете, почему, как и зачем. Кроме того, и блогерам, и кастомайзерам всегда советую, кстати, спокойнее относиться к критике. Это всегда очень легко говорить другим, но очень тяжело самому, потому что когда тебе говорят, что ты сделал какое-то говно, или что ты снял говно, всегда надо понимать, что агрессивных идиотов видно лучше. Поэтому посмотрело сто человек, три написали херню. Это значит, что 3% идиотов было среди зрителей, а не то, что всем не понравилось. Это не так. Главная проблема хороших зрителей в том, что они молчат. И, в общем, никогда ничего не бойтесь. В этом нет никакого смысла. Помните о том, что завтра крайне эфемерная вещь. Существует, по большому счету, более-менее сегодня. Этим сегодня надо начинать пользоваться прямо сейчас. Собственно говоря, только так и что-то мощное. В общем, у меня все, пожалуй, что как бы тоже был рад видеть. Ера, спасибо еще раз. Здоровья тебе, твоей семье и близким. Вот, береги себя. Ты нам нужен. Вот, всем зрителям хочу сказать, что завтра мы встречаемся в 18.00 здесь же в Инстаграме. Завтра у нас гость Александр Тимченко. Это один из основателей пинстрайпинга в России. Также он художник-аэрограф. Ну, короче, завтра будет тоже интересный человек. И вообще у нас каждый день будут интересные люди теперь постоянно. Гера, спасибо. Обнял. Все. Да, давай. Счастливо. Спасибо, что надо было видеть. Хорошо, счастливо. Спасибо, пока. Продолжение следует...